Вена богата своими музеями. В самом центре столицы расположились два музея, построенные в итальянском стиле. Их можно заметить еще издали. Перед входами в музей разбит сквер с фонтами, деревьями и кустарниками в необычно подстриженных формах. Внутри каждого здания роскошная отделка, не считая экспонатов. И каждое здание напоминает дворец императора. Ценителям искусства можно насладиться, посетив дом музея Моцарта, который расположился между узких улочек. Атмосфера именно этого дома вдохновила великого композитора создать мировой шедевр «Женитьба Фигара». Этому гениальному музыканту установлен памятник в центральном парке под названием Бурггардин и перед памятников высажены цветы в виде скрипичного ключа. У подножья памятника ежедневно появляются живые цветы. До сегодняшних дней сохранилась кофейня, в которую наведывался маэстро в перерывах между творениями. Она небольшая, уютная с отличным кофе и десертами по старинным рецептам. В этом удивительном месте жили и творили Бетховен, Штраус, Шуберт. В небольших костелах с великолепной акустикой можно насладиться органной музыкой. Здесь можно увидеть не только классические достопримечательности. Наступление 2000 года, как все его окрестили миллениумом, увековечивали кто как мог. Дань моди в отношении этого события была разнообразной. В Вене в честь данного события был возведен небоскреб, который расположился на побережье Дуная, и своими верхними этажами, казалось, доставал небо. Небоскреб в форме двух рядом стоящих цилиндров высотой более 200 метров отделан стеклянно-зеркальным фасадом. В этом необычном здании расположились различные бутики, кинотеатр, кафе, офисы. Удивит вас и башня сумасшедших, бывшая психиатрическая больница, а ныне музей с необычными и страшными экспонатами, от которых появляется оцепенение и страх. Это музей, где представлены патологоанатомические экземпляры. Здесь можно увидеть заспиртованную голову убийцы всеми любимой австрийцами императрицы Сиси. Если, гуляя по центру столицы, вы увидите ярко-красный транспарант с надписью, FRUD, обязательно зайдите. Это музей известного психолога, психиатра, основателя психоанализа. Любителям природы рекомендуют местные жители посетить знаменитый и прославленный в песнях Венский лес. Это своего рода природный заповедник, где местные жители отдыхают и наслаждаются чистым воздухом, приятной атмосферой. Интересно будет посетить Скенбранд Чилдренес Музеум, где раскроют тайны повседневной жизни принцесс и принцев, можно будет примерить наряды и почувствовать себя королевской особой, собирающейся на бал. Любителя ценных украшений и сокровищ предлагает императорская сокровищница, где можно увидеть императорскую корону, усеянную драгоценными камнями. Путешествуя по Вене и наслаждаясь достопримечательностями, можно отведать австрийскую кухню. Подкрепиться можно в популярном ресторанчике самообслуживания Розенбергер. Большой выбор блюд, а цена будет зависеть от величины вашей тарелки. В любом кафе или ресторанчике вам предложат традиционные блюда, венский шницель, штрудели и очень вкусный кофе. Будет интересным продегустировать в кафе Демель знаменитый торт Захера, имеющий давнюю историю его происхождения. Любимым лакомством императрицы Сиси были засахаренные лепестки фиалок, которые можно приобрести в любой сувенирной лавке и в ресторанах Вены. В Сизи-музеум вы подробно узнаете историю правления австро-венгерской императрицы Сиси. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.